Лесозаготовители обязаны содержать эксплуатируемые дороги и участвовать в их восстановлении. Такую позицию Владимир Уйба высказал на встречу с депутатами сельского поселения Зимстан, для жителей которого вопрос транспортной доступности стоит остро уже не первый год. Кроме того, в ходе рабочего визита в Усть-Куломский район глава республики осмотрел спортивный комплекс «Олимпик» в Усть-Куломе строящуюся школу в Помоздино. Некоторые итоги первого дня поездки в материале Ольги Коняевой. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпик» построили в 2014 году. Но пару лет назад крыша дала течь. Предъявить претензии к подрядчику не получилось. Часть кровли в этом году отремонтировали на средства гранта главы КОМИ. Нужно еще 6 миллионов на завершение работ. Владимир Уйба поручил правительству региона проработать вопрос поиска источников финансирования. Ведь спортивный комплекс востребован. Здесь проводятся не только секции для детей, но и занятия для взрослых, а также местные и межрайонные соревнования. Проинспектировал Владимир Уйба строительство средней школы на 400 мест в селе Помоздино. Летом глава региона здесь уже был, после чего к работам приступил новый подрядчик. Сейчас объект готов на 55%. Уже подыскивается техперсонал для обслуживания систем здания. Здесь же в Помоздино руководитель региона выслушал чаяние сельчан. В местной участковой больнице не хватает специалистов. Нужен ремонт подъезда к мосту в районе деревни Кырныш на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск. Дорожная тема актуальна и для другого направления. А то есть Кулома до Зимстана. Эта история тянется еще с 2013 года, когда жители начали говорить о проблемной дороге. Наша единственная дорога, которая не асфальтирована. У нас осенью и весной получается такая беда. Мы как отрезаны. Сейчас вот по этой ветке нельзя ездить, а по той невозможно, потому что она размывается. Вечные ямы. 60 километров, хотя это можно проехать за час, а едешь 2-3 часа. Скоро застревает. Люди не могут даже и не доехать. От райцентра до Зимстана и других поселений этого куста дорога грунтовая. Без грейдирования здесь не проехать. Последние два года к тому же покрытие, мосты разрушает большая вода. Вот так было, например, этим летом. Кроме того, в межсезонье под дождем это не дорога, а месиво грязи. Автобус уехал, толкают нас. А ведь когда-то местные поселки бурно развивались. Массово строилось жилье для лесорубов. Молодежь приезжала на заработки в Зимстанский лес Промхоз. Он был в числе лучших даже по стране. Для сельчан эти места стали родными. И понятно их возмущение с сегодняшним отношением лесозаготовителей. Лесовозы в периоды инсенсивной вывозки древесины просто убивают дорогу. Глава региона встретился с депутатами сельского поселения Зимстан и высказал свою позицию на этот счет. Промышленники обязаны содержать эксплуатируемые дороги и финансово участвовать в их восстановлении. Причем вне рамок социального партнерства. Острой оказалась проблемой трудоустройства сельчан. Крупная лесопромышленная компания заключила договор с новым подрядчиком, который не взял на работу сотрудников сокращенных прежней организацией. Это почти 70 жителей поселения. Владимир Руйба поручил первому вице-премьеру Игорю Булатову организовать рабочую встречу с представителями предприятий-работодателей для решения вопроса. Ольга Коняева, телеканал Юрган.